Пророки Говорят Пророки Говорят Пророки Говорят Исаия Это царь Ахаз Рассказ Николаевич, что это за период? Наверное, народ все-таки ждал, что будут Какие-то изменения Или уже народ, наверное, не ждал? Нужно сказать, что Всегда хотят в лучшую сторону Но это мало Хотеть Нужно жить так, чтобы Эти перемены могли быть Войти в лучшую сторону В данном случае предпосылок для изменения радикального в сторону добра не было. Поскольку Иоанн правил 16 лет, и за это время никаких особых реформ не было совершено, затягивался процесс этот кризисный, греховный, нравственного опустошения народа. И когда пришло определенное время, и когда умер Иоафам, он умер довольно молодым царем, вот еще где-то за 40 ему было только, и воцарился его 20-летний сын Ахаз, и он тоже 16 лет царствовал в Иерусалиме. Но как раз он сам в молодости попал под вот такое плохое языческое влияние со стороны светской молодежи, которая была возле дворца, в дворце. И таким образом он продолжил линию наихудших царей за всю историю Иудеи. То есть можно предположить так, что если Озия, он положил начало отступничества, Иоафам, он сохранял формально веру в Господа, но мы видим, что язычество все больше набрало оборотов, то уже следующий царь, мы видим, он абсолютно уже не смущается языческого поклонения, потому что формальность, ему это не нравилось, и ему была ближе языческая картина, которая я ему представляла, поэтому мы видим, что он принимает эту языческую культуру, и наоборот становится ее агитатором, и пропагандирует именно языческий образ жизни. То есть как быстро за три поколения дети уже, внук Озии уже абсолютно открыто выступает против Господа. Да, это верно. И нужно сказать, что кроме того, раз внутренне меняется дух народа, дух нации, появляются внешние опасности, которых не было на протяжении многих десятилетий. То есть те, о которых предупреждал еще Исаия, и говорил, предупреждал об Ассирии. Исаий еще до этого говорил о возможности агрессии со стороны Ассирии. И вот к этому времени, где-то к 40-м годам, 1740-е годы, До Рождества Христова. На Рену выходит Ассирийское государство, так называемый последний, поздний Ассирийский период. И его могущество. И с такой очень сильной личностью он начинается. Это с Теглат Филосара II, Ассирийского царя, который... Теглат Филосар III, вот он фактически берет под контроль всю молодежь, всех мужчин. Как сегодня говорят, под ружье ставит. Он ведет такую агрессивную политику. Да. Воинственную. Он реорганизовал армию в Ассирии полностью. Дал ей такую сильную мобильность. И каждый год, это уже было их профессиональным занятием, совершать какие-то нападения, куда-то идти в поход. Как только высыхали дороги весной, то можно было идти с колесницами, с садниками. Совершались плановые набеги на разные государства, на разные страны. Ну, вот когда мы говорим об этих сороковых годах, то в основном он делал набеги сначала на северные части. Вот, Кавказа, и доходил до Урарту, царь где-то в Армении там. И доходил до стран, которые были восточнее, Ассирии. А его меньше беспокоил или меньше интересовал вопрос юга, потому что Палестина от него на юг располагалась. К этому времени он начинает разворачивать свои боевые колесницы в сторону юга, в сторону... То есть, укрепив северные границы, он теперь оборачивает свою армию на юг. Да, он создал себе хорошие тылы, можно сказать, или по крайней мере, безопасные для него тылы. Он направляет свою стратегию на юг. Но тут он встречает два государства, которые ему еще мешают добраться до Иерусалима. Это севернее Иерусалима была Самария, или Израильское царство, северное Израильское царство. Вот, и Сирийское царство во главе с Дамаском. И эти два государства мешали ассирийцам идти дальше на юг. И что интересно, что эти два государства составили военный союз против Ассирии. И хотели подключить к этому военному союзу южную Иудею, Иерусалим. Чтобы таким образом три государства вместе могли противостоять этому большому, значит, военному, большой военной опасности со стороны Ассирии. Но получилось так, что вот этот Ахаз, который пришел к власти молодой царь, теперь он оказался перед выбором. Он принял союз вот этих двоих государств? Именно что он уклонился от союза с ними, он решил, что более эффективно будет вступить в союз с ассирийским царем. Через голову их заключил союз с ассирийским царем. Что значит заключил союз? Это же не просто они так поговорили. Государство иудейское очень маленькое, а Сирия, она великая. То есть что-то он должен был в замену предложить более внушительно? Да, конечно, конечно. Это не бескорестный шаг был со стороны Ассирии, когда они заключили союз с иудеей. Они имели что получить потом с иудеей, и дань большую, и возможность и дальше продвигаться на юг, в Египет и так дальше. Потому что иудея лежала на стратегической дороге между Ассирией и Египтом. То есть конечная цель Ассирии для того, чтобы была гегемония, это уже был Египет. А самым сильным, можно сказать, государством в Палестине, это было иудейское государство. Это самый крепкий орешек, мимо которого он не мог пройти, или он будет с ним, или он будет против него. И поэтому, когда Ахаз пришел к власти, то он решил все-таки вступить в союз с Ассирией, против Сирии и против Самарии. Но он сильно в этом отношении, так сказать, просчитался. Потому что прежде чем те развернули свои боевые все порядки, все войска, которые находились на севере, в сторону юга, эти два государства, Дамаск, Сирийский и Самария Израильская, решили наказать иудею и Ахаза за то, что он не вступил с ними в военный союз. Они просто понимали, наверное, что у них в тылу находится союзник. И они понимали, что они, наверное, не могут вступить сразу в бой, зная, что сзади в спину выступят войска иудеи. Поэтому в первую очередь решили... Решили в первую очередь начать войну с иудеей. Пока еще там те не собрались со всеми силами ассирийцев. И действительно произошла сиро-израильская война, так она называется, против иудеи. Это 732 год до Рождества Христова совместные силы сирийцев и израильтян двинулись против иудеи. И они очень сильно ее, конечно, побили и прошли многие города, пограбили. Но когда подошли к Иерусалиму, эта крепость самая сильная в этом регионе, они не смогли. Но вот как раз седьмая глава, когда вы будете читать, она объяснит вот эту ситуацию лучше. Седьмая глава книги пророка Исаиев. Мы читаем с первого стиха. «И былого дня Хаза, то есть это тот царь, который мы сейчас исследуем, его период, сына Иофамова, сына Озии, царя иудейского, Рацин, Рецин, сын сирийский, и Факей, сын Рамалин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать его. И было возвещено дому Давидову и сказано... Дом Давидов – это царский дом, да? Илгия. И было возвещено дому Давидову и сказано... Сириане расположили земли Ефремовой, и всколебало сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаиев, «Выйди ты, сын, твой шар, Ясух, навстречу Ахазу, к концу водопровода, верхнего пруда, на дорогу к полю Белильничьему. И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рицины и Сириан, сына Рамалинена. Сирий Ефрем и сын Рамалин помышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, этого не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии Дамаск, глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Рамалин. Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены». И продолжал Господь говорить Ахазу и сказал, «Проси знамения у Господа Бога твоего». Дальше подойдем к знамению. Здесь интересный момент, что Господь призывает Ахаза верить в Бога, довериться Ему. Но мы видим, что Ахаз уже давно пренебрегал Господом, и Бог предлагает ему, чтобы он имел определенное… «Испытай меня», да, можно так сказать? «Я дам определенное знамение». «Испытай меня». Мы видим, что Бог предсказывает, что через 65 лет Ефрема, Ефрем – это северное царство, говорит Ахазу, что через 65 лет северного царства не будет, что он будет уничтожен. Какие были отношения между Исаией и между Ахазом? Они действительно могли так встречаться? Он говорит, пойди и скажи ему. Да, Господь сказал прямо ему, выйди навстречу царю Ахазу. Ахаз – молодой царь, но он понимает, что у него война с сирийцами и израильтянами. И он, естественно, обходит крепость, делает рекогностировку, то есть разведку, смотрит везде и всюду, ориентируется, где тут сильно укрепленная крепость, где слабее. И вот он во время этого обхода должен будет встретиться с пророком Исаией. Царь не знает это. И Господь посылает навстречу царю пророка Исаию вместе с его сыном. Он говорит, и пойди и скажи ему, что проси себе знамение. У тебя трудности? Ты боишься нашествия сирийцев и израильтян? Но ты проси себе мудрости, проси себе знамение. Я помогу тебе. Проси себе знамение хоть на небе вверху, хоть на земле вверху. Проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа. Это он что? Такой религиозный стал. Не буду просить, не буду искушать Господа. Нет. А это потому такой маневр. Вроде как бы нельзя грубо отказать Богу. Но уже он принял решение. Он уже сам внутри себя имел план. Вступить в союз дальнейший с ассирийским царством. Он будет просить на помощь, чтобы тот пришел и защитил его. Да. А вдруг эти знамения или помощь Божья помешают ему? Его стратегия не состоится. И поэтому он делает такой уклончивый маневр в данном случае. Я не буду просить, не буду искушать Господа. Вот. Исайя это понимает. Бог, конечно, все это видит, лукавство этого человека. И говорит следующее дальше. Тогда сказал Исайя, слушайте же дом Давидов. Разве мало для вас затруднить людей? Что вы хотите затруднять и Бога моего? Наверное, здесь он дает такой тонкий намек, что вы утрождаете ассирийского царя, посылаете послов, ведете переговоров и не боитесь уструждать монарха большой империи. В то же время, видите, здесь иронию. Боишься утрудить Господа, обратиться к Нему, попросить Его о помощи. Да. Это хорошо, замечательно. Итак, сам Господь даст вам знамение. Сидево в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. «Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, землята, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени от падения Ефрема от Иуды, наведет царя ассирийского». Так удивительно. Мы слышим знамение, что знаком, что Божье пророчество исполнится, что эти царства тобой не завладеют, а наоборот даже исчезнут с лица земли через определенное время. Знаком это будет рождение ребенка, мальчика. Да? «Сын дан вам все знамения. Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Всегда упоминание этого младенца связано с евангельских историях. Мы видим, и Матфей связывает это пророчество с рождением Иисуса Христа. И, наверное, читатель, который начинает читать Исайю, и вот мы с вами взяли вот этот исторический пласт и контекст, немножко засомневается, о каком же здесь идет младенце речь. Что это? Действительно ли здесь говорится только об Иисусе? Или все-таки был какой-то младенец, знамение которого должно было бы, его рождение должно было бы стать подтверждением слов Исаия? Здесь поднимается такая аргументация, которая как бы сразу непонятна для читателя, и непонятна была она и для Ахаза в каком-то смысле. Что это за помощь, которую Бог хочет послать в виде рождения младенца? Что тут же полно младенцев в Иерусалиме, и они не решают проблему. Вот это какая-то ирония как бы. Если бы Бог сказал, вот я тебе посылаю 12 легионов ангелов, то это было бы ему понятно. А то он говорит, я дам вам младенца, который назовут ему имя Эммануэл. То есть с нами Бог. Ведь вся проблема в данной ситуации заключалась в том, кто освободит Иудею от этого нашествия. Так? Да. И рассматривалось, что это освобождение должно быть чисто политическим, военной акцией. Сильный военный союзник освободит Иудею от этого нашествия. Но Бог ставит и смотрит на эту проблему несравненно глубже. Он понимает, что проблема заключается в греховности человеческой природы, в греховности народа иудейского в то время. И вообще-то он говорит поэтому наперед о том, кто освободит человечество от плена греха. А это повторяться будут, пока существует грех, всегда будут опасности нашествий со стороны империалистических хищников, каким вот был тут в данном случае Осирия. То есть он переводит взор читателя и взор или понятия тех, которые тогда находились там, переводит их на то, что внешние и временные проблемы никогда не разрешатся, если не придет тот, который разрешит глубинную, внутреннюю, основную проблему человечества – грех. А именно на тот период для самого Ахаза было действительно какое-то рождение младенца? Связано ли это было действительно с каким-то рождением младенца? Конечно. Он говорит ему сразу, вот теперь дается знамение для всего народа. Можно ли это связать как-то с рождением тоже? Вот мы увидим младенца в восьмой главе. Давайте читайте именно так. И сказал Господь мне, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом. Магер, Шелал, Шах, Бас. Спешит грабеж, ускоряет добычу. Такой мы видим перевод у нас в Библии. И я взял с собой верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Варахина. То есть, которые должны были подтвердить, да? Сам факт. И приступил я к пророчеце. Она зачала и родила сына. И сказал мне Господь на реке ему имя. Магер, Шелал, Шах, Бас. Именно вот это имя. Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить, отец мой, мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем Ассирийским. Вот это вот пророчество на ближнюю дистанцию, на те дни. Я вам говорил о младенце, о том младенце, который спасет. А если вы хотите и от этой проблемы, вы будете избавлены. Вот у пророка рождается сын, но прежде, чем он вырастет, те два народа, которые сегодня вам угрожают, они сойдут с политической страны сына своего времени. Прежде, нежели этот младенец научится говорить, отец мой или мать моя, да, богатство Дамаски понесут перед царем Ассирийским. И сокровище, что значит понесут перед царем богатство Дамаски, перед царем Ассирийским. Обычно после осады, после штурма этой крепости все регалии царя, которые там правил, несут на подушках, на золотых подносах все его богатства, все его сокровища несут перед победителем. Выгребли из его, так сказать, сокровищниц все, разложили и торжественно передают их другому хозяину, победителю. Вот это было пророчество, что будет с этим царством, так и будет с этим царством. То есть, тебе стоит доверять Богу живому. Да. Не надейся на сирийского царя или на Египет, да? Доверься Богу живому. Вот тебе знамение. Мы можем предположить, что, вероятно, у Исаии не было детей. Ну, вот как предположение. И вот здесь, как знамение, неожиданно рождается младенец. И он взял свидетелей, что подтвердили, у него не было детей. И вот Бог, это действительно знак от Бога, что вот рождается этот младенец. Но образно, да, он показывает, что истинный спаситель должен прийти в этот мир, Эммануил. Да. Есть, наверное, какая-то связь из 9 главы, где мы читаем уже о божественном младенце. Да, вот это уже... Я пару слов скажу еще по этому поводу. Ведь фактически действительно произошло то, что Господь предсказал. Потому что был взят штурмом город Дамаск, столица Сирии. Ассирийцы взяли штурмом. Вот. Убили царя Рецина Египетского, этого ассирийского, сирийского. И при том очень жестоко они посадили его на кол, живьем. И всех его этих самых министров, всех его сановников. А весь народ плененный должен был проходить и видеть, как их царь там мучится. Умирает на этом все. Потому что это была такая личность красивая. Он всегда на коне горцевал перед народом. И все восхищались, какой воин, какой красавец, какой мужественный. И так дальше победитель. И, конечно, видеть его в таком виде, жалко, как он оказался, это жутко. Это ассирийские записи, между прочим, исторические свидетельствуют о том, сколько он награбил там царь ассирийский серебра. То есть пророчество исполнилось. Да, полностью. И больше того, после этого уже не стало Дамасского царства сирийского. В том виде, в каком... И израильского тоже. Да. А в 722 году тоже несчастье происходит и уже в Самарии. Ассирийцы приходят и окружают крепость эту, которая была на Самарийской горе. Несмотря на те бастионы, которые там были сильнейшие, защищавшие. И несмотря на то, что там два или три года они могли в этой крепости сдерживать осаду, она была все-таки штурмом взята. И все население Израиля было депортировано, выселено по частям из этого самого Израиля. А все 16 маленьких княжеств сирийского царства тоже были выселены. Выселены с этого места, с их коренной территории и рассеяны по другим народам. И интересно, пишет по этому поводу историк Тураев во втором томе «История Древнего Востока». Он описывает и говорит, что это был конец израильских и сирийских арамейских царств. Что после этого эта территория была заселена переселенцами из других частей. Потому что Ассирия вела войны в разных направлениях. Они брали оттуда людей и поселяли здесь. Этих переселяли туда. То есть они перетасовывали народы так, чтобы у них не было своих этнических корней. Чтобы находясь в другой земле, они уже не будут чувствовать себя так уверенно, чтобы воевать против завоевателей. Это все буквально исполнилось. История и исторические факты подтверждают, что и Самария, и Дамаск были тогда разрушены. А население этих народов было депортировано ассирийцами. Что касается Ефрема, о котором сказано, что через 65 лет, то некоторые колены еще в Израиле оставались. И только потом окончательно были выселены из израильской земли. Спасибо вам большое. Дорогие телезрители, мы приглашаем вас, чтобы вы вместе с нами дальше продолжали следовать книгу пророка Исаии. Вы узнали, что Бог ничего не говорит, не предупредив об этом свой народ. Священное Писание нам говорит, что Бог дает всегда выбор. Как дал возможность Ахазу сделать правильный выбор, довериться Ему. Но, к сожалению, он не воспользовался этим выбором. И более детально об этом мы будем говорить в следующих передачах. Пусть вас Господь хранит. Субтитры создавал DimaTorzok